Продолжение следует... 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 Третье. Знать 4-5 марок единиц садово-парковой техники машин-механизмов. Знать тип двигателя, установленный на данной единице. Уметь подбирать альтернативные единицы техники и оборудования. И уметь осуществлять безопасный запуск техники и оборудования. Ну что же, начнем наше занятие. На дворе сейчас зима. Я думаю, будет логично начать наше занятие с обсуждения снегоуборщиков на дворе зима. Подскажите мне, пожалуйста, на какой тип двигателя используется на данном типе снегоуборщиков? Вот такой. Ну, есть модели двухтактные, совершенно верно. Какой тип топлива заливается в двигатель двухтактный? Бензина, масляная смесь. Совершенно верно. Смесь бензина с маслом. Пропорции? Пятидесят. Молодцы, совершенно верно. Такая рода техника на каких объектах используется? Ну, а по площади? Пропорции валяются в пунктах и головокружениях небольших, совершенно верно. То есть это могут быть территории внутриквартальные, да, жилищно-коммунальные хозяйства, да, могут использовать, очищая тротуары вдоль домов, ну, возможно, какие-то проезды. Конечно же, в зонах ограниченного пользования мы имеем возможность с вами расчищать территорию гаража, дорожки, площадки, там, на усадьбах и так далее. Ну, как мы видим с вами ассортимент, сейчас у нас смарт-мейс пришел, не такой широкий, тем не менее, видим единицы техники, оснащенные двухтактными двигателями, четырехтактными. В чем принципиальная разница? Разница, конечно же, в ширине захвата, в мощности двигателя, ну и есть так называемые инновационные технологии. То есть есть модели, о которых ручка стартера, скажем, ручная, то есть запуск осуществляется при помощи механического стартера, да. Более дорогие единицы техники оснащены, ну, скажем, электростартером. Просьба оператора подойти поближе, посмотреть. Значит, электростартер, позволяющий осуществлять пуск, ну, без участия ручного, то есть более облегченный запуск. Значит, основными рабочими органами снегоуборщика являются шнеки, то есть вот эта правая часть, вот эта левая. При работе они подают снег к центральной части, и лопатка позволяет выбрасывать снег на расстояние до 15 метров. Снег мы убираем, машина способна убирать рыхлой, то есть она не вгрызается, какой-то утрамбованный нас снега не вгрызается в лед. Ну, вы можете обратить внимание, есть так называемые направляющие лыжи, да, по которым скользит снегоуборщик и выбрасывает снег в левую сторону, вперед или вправо. То есть на 180 градусов мы можем регулировать в ту или иную сторону направление выброса снега. Ходовая часть представлена колесами. На данной модели имеется дифференциал колес, то есть позволяющий совершать более маневренные действия при работе. Ну, рекомендуется при работе использовать ширину захвата как бы наполовину нашего рабочего органа, особенно если высота снега превышает, скажем, 20-30 сантиметров. Почему? Потому что при одновременной работе ходовой части колес, да, и работе шнеков будет, ну, как бы техника работать и передвигаться без каких-то усилий, без остановки. То есть одновременно с поеданием снега выброса в левую сторону мы двигаемся вперед. Если какие-то вопросы появляются, спрашивайте, задавайте. Ну, мне бы хотелось немножко еще остановиться, пару слов сказать про двигатель, да. Совершенно верно, вы сказали, что здесь установлен двигатель четырехтактный бензин. Вы обратите внимание, да, топливный бак, достаточно объемный, четыре с половиной литра емкости. Какой бензин будем сюда заливать? 95. Ну, либо 92 марки, либо 95. Ну, во всяком случае, мы с вами говорили, и об этом прописано в инструкции по использованию. Октановое число бензина должно составлять не менее 85, да, то есть по нашим с вами меркам, это бензин не ниже 92. Кроме того, перед запуском, что надо проверить с вами? Наличие масла в картере двигателя, да. По сказке служит, как вы помните, щуп масляный. Ну, мы здесь видим два отверстия, то есть оптимальным уровнем масла будет являться уровень как бы между этими отверстиями. То есть верхнее отверстие – это максимальный уровень, нижнее отверстие – это минимальный. Проверили, масло есть. Дальше, перед запуском, что мы с вами делаем? Устанавливаем воздушную заслонку. Если двигатель холодный в положении, закрыто. Газ устанавливаем максимально, да, изображен заяц. И дальше осуществляем запуск либо при помощи ручного стартера, либо при помощи электростартера. Ну, у нас с вами сегодня будет возможность в качестве практического занятия осуществить запуск мотокосы, где мы еще раз вспомним безопасные этапы запуска. Значит, марки, которые представлены в торгово-выставочном зале «Садовые машины», вы можете визуально увидеть «Макалыч», «Партнер». Ну, кроме того, современными марками, которые не представлены в торгово-выставочном зале, какие являются? Помните? «Кускварна». «Кускварна», совершенно верно. «Канадьяна». «Симплисити». Мы с вами перечисляем наиболее современные марки, те, которые на рынке себя зарекомендовали какое-то время, те, у которых есть сервисные центры на территории Северо-Западного региона и Санкт-Петербурга, ну и, конечно же, есть запчасти, то есть, чтобы у потребителя была возможность либо отремонтировать, либо приобрести какие-то расходные материалы. Вопросы задавайте, если появились. Расскажите, можно использовать эту технику для рыхления снега? Нет. Для рыхления снега мы не используем, только для уборки снега. Кроме того, на данных моделях, мы сказали, основным рабочим органом является шнек, и, к сожалению, не всегда есть возможность установить какое-то сменное оборудование вместо шнека. То есть, есть модели, у которых можно поставить вместо снегоуборщика щетку. И таким образом мы уже будем убирать с помощью щетки какой снег? Начисто до покрытия убирать мелкий снежный покров, и наоборот, какую-то слякоть, мокрый снег, да? Потому что данная единица техники убирает только рыхлую массу. Мини-трактор компании «Хускварна». Какой рабочий орган установлен на мини-тракторе? С чем работает? Что в передней части установлено? Ножи, совершенно верно. То есть, этот трактор представлен в виде мини-трактора газонокосилки. Как вы видите, вот эта часть называется «Дека». Мы с вами изучали, да, этот термин. Под которой вращаются два металлических ножа. Ножи позволяют выкашивать какие газоны? Обыкновенные, партерные. Обыкновенные, совершенно верно. Ну, в каких-то случаях, если позволяет ширина проезда выкашивать, совершенно верно, партерные газоны. Ну, в общем-то, и спортивные. Хотя мы с вами позже будем говорить о качестве козьбы, и затронем тему барабанных косилок. Значит, данный мини-трактор оснащен четырехтактным бензиновым двигателем, мощностью 15 лошадиных сил. Марки двигателей, какие вы помните, современные? Бриксон-Стрэттон, совершенно верно. Еще. Текамси, есть такой. Хонда. Робинс-Субару. И Кохлер. То есть мы с вами должны хотя бы 4-5 наименований двигателей знать современных, которые используются, во всяком случае, на большинстве малогабаритной садово-парковой техники. Кроме того, если вы помните, мы с вами говорили о том, что на мини-трактора возможна установка навесного оборудования на марке, оснащенной двигателем более 18 лошадиных сил. Ну, что можно поставить вместо косилки? Что можно установить? Ну, правильно, Мария, щетку. Что еще? Отвал. Отвал. Можно. Ну, для небольших объемов работ, совершенно верно. Прицеп. Ну и, пожалуй, все, да? На работе земной мы не сможем работать. Данный мини-трактор оснащен автоматической коробкой передач. Максимальная скорость движения какая? А на километрах 25. 25 многовато, до 20, да? 15-20 километров в час. Мне кажется, она на 20 километров едет. Ну, около 20, да. Значит, по технике безопасности, если оператор встает с сиденья, двигатель автоматически лохнет. Соответственно, уже ребенок не сможет, да, в принципе, завести данную единицу и управлять мини-трактором. Есть какое-то устройство взаимодействие? Да, то есть там стоит датчик, который позволяет не осуществлять, в принципе, запуск мини-трактора. Данная единица правильно называется райдер. То есть, как вы видите, косильное устройство вынесено вперед. Ходовая часть колес, она уже установлена в задней части. В чем преимущество такого райдера? Как вы видите? Маневренность. Совершенно верно. В первую очередь, маневренность. То есть, мы имеем возможность выкашивать газоны с крутым углом поворота, да, косилки вокруг деревьев, вокруг скамейок, вокруг каких-то садово-парковых элементов. Ну, а недостатком что является? То, что скашиваемая трава, остается не собранной. То есть, если у нас объект находится в каким-то повышенном статусе, сейчас поговорим об этом, придется собирать вручную. Совершенно верно. Вы заметили, есть функция травосборника. Но для того, чтобы попадала в травосборник трава, здесь дополнительно необходимо использовать, ну, некий патрубок, по которому будет доставляться скашиваемая трава в травосборник. Ну, и, конечно же, хотелось обратить ваше внимание на стоимость. В настоящее время, да, стоимость такого мини-трактора составляет 207 тысяч рублей. Поэтому мы с вами, когда изучали раздел двигателей, говорили об типе используемого топлива, говорили, что это важно, да, потому что если мы будем использовать топливо, не подходящее для данного типа двигателя, это приведет к ремонту. Ремонт дорогостоящий, запчасти дорогие. Поэтому мы с вами, как специалисты, как будущие не только рабочие, но и мастера в садово-парковых хозяйствах, должны знать правильную эксплуатацию двигателей, в данном случае четырехтактных бензинов. Хорошо. Если есть возможности у организации, как вы правильно сказали, мы выкашиваем газоны мини-тракторами, либо крупногабаритными тракторами с навесным оборудованием. Но если нет возможности, нам на помощь приходят колесные косилки. Ну, как вы видите, современными марками газонокосилок являются модели Алько, Кускварна, Партнер, ну и не представлены, к сожалению, в магазине есть модели Бриль и Викинг. Викинг есть. Викинг есть, совершенно верно. Какие же площади способны выкашивать такие косилки, и какие косилки будут являться профессиональными? Алия. Ну, мы выкашиваем садово-парковые обыкновенные газоны. Ну, как нам понять, какая косилка является профессиональными? Ну, на двигатель я вам подсказываю. Двигатель какой должен быть? Мощностью не менее 5 лошадиных сил. То есть, если вы посмотрите, возможно, мощность у колесных косилок составляет от 3,5 до 7 лошадиных сил. Но если мы говорим о профессиональной сфере, выкашивании газонов на больших площадях в садово-парковых предприятиях, то, конечно же, это должны быть двигатели не менее 5 лошадиных сил. Ну, в настоящее время вы можете встретить такие модели, как мы упомянули, Викинг, Хускварна и Алько. Чем же оснащена колесная косилка? Естественно, основным рабочим органом выступает что у косилки? Ножи. Конечно, металлические ножи. Металлический нож позволяет выкашивать обыкновенные газоны. Естественно, этот газон должен быть относительно ровный, не в почками. Ну, и у моделей существует разница, естественно, в ширине захвата. Корпус может быть выполнен из пластика, из металла. Ну, и, конечно же, по типу скаши, по типу выброса травы. Да, может оснащаться модель травосборника. То есть, чаще всего мы, конечно же, используем такие модели, ну, на объектах, как мы говорим, с повышенным статусом, на территориях ограниченных пользованных частных усадков. В городских условиях чаще используют модели либо с боковым выбросом, либо с функцией эмульчирования. Объем травосборника составляет от 30 литров до 70. У мини-тракторов газонокосилок до 500 литров. Ну, есть так называемые инновации в мире газонокосилок. Мы с вами говорили о них. Значит, что может быть установлено на колесную косилку? Может быть установлен в передней части аэратор, которым мы пользуемся один-два раза за сезон для вычесывания мертвой травы, ну, и для доступа кислорода в корневую систему, да, дерниных газонных трав. Кроме того, некоторые модели бензиновые могут оснащаться электростартером. Кроме того, к инновационным технологиям мы можем отнести удобную регулировку по высоте скашивания, да, то есть все модели, как вы помните, регулируются по высоте от 3 до 10 сантиметров. Да, можно подойти поближе, оператор. Оператор у нас Игорь сегодня, спасибо вам. Еще раз. Значит, регулировка колес, да, осуществляется либо вручную каждое колесо. Бывает, что одним рычагом у нас есть возможность на более продвинутых моделях, так мы говорим, идет вот эта регулировка. Очень интересная функция и важная для муниципалов, это функция блокировки ножа. То есть если есть на поверхности газона какие-то штери и мусор, да, для того, чтобы нам не согнуть вал двигателя, который передает вращение на нож, стоит муфта, выполненная из легкосплавного материала, алюминий. И если попадает нож газонокосилки на какое-то препятствие, выходит из строя вот эта вот муфта, естественно, которую заменить гораздо дешевле, чем ремонтировать вал двигателя, ну или покупать новый ножик газонокосилки. Ну давайте вспомним про моторесурс. Ну на данной модели, например, мощность двигателя 3,5 лошадиные силы. Ну какой приблизительно составит моторесурс у данного двигателя? Примерно при условии правильной эксплуатации. 800 час, 800, ну 800, максимум 1000 часов. Значит, как вы помните, расход топлива такой модели литр в час, то есть несложно посчитать, сколько лет она нам прослужит. Ну, просьба подойти поближе оператора. Покажите, значит, модели мы с вами перечисляли Альфо. Различные модели, мы сказали, по типу выброса, да, вот здесь представлен боковой выброс. Более мощные единицы здесь составляют мощность двигателя 6,5 лошадиных сил. Ну, естественно, дизайн, эргономика отличается у этой модели. Но мы с вами, как специалисты садово-паркового хозяйства, должны запомнить самое главное, что колесные газонокосилки предназначены для выкашивания обыкновенных газонов и часто являются помощниками после работы тракторов, мини-тракторов. Но всегда остаются у нас с вами участки газона, где не способна выкосить газонокосилка, и мы дорабатываем эти участки чем-то. Совершенно верно. Молодец, Наталья. Мотокосами и бензиновыми триллерами. Спрашивайте. А по поводу аэратора, который устанавливается в передней части, здесь нет такой модели? К сожалению, в торгово-выставочном зале садовой машины не представлена такая модель. Но, если интересно, мы с вами можем посмотреть в каталогах и на лекциях. Я вам покажу фотографии и материал фирмы Бриль. Компания Бриль более 50 лет специализировалась на газонокосилках, и у этой фирмы есть достаточно интересные инновационные технологии, в том числе и функция аэратора. Загородный дом. Конкуренты, да? Конкурентов, на самом деле, мало. Садового. Там тоже садового. Перед нами бензиновый триллер, оснащенный каким двигателем? Двухтактным. Совершенно верно. Двухтактным бензиновым двигателем, то есть в качестве топлива используется смесь бензина с маслом. Мы уже сегодня об этом говорили. Для чего же предназначен бензиновый триммер? Как мы сказали, для докашивания газонов в труднодоступных местах вдоль забора, вокруг деревьев. Основным рабочим органом выступает... Леска. Леска. Или триммерный корд, как правильно говорить. На бензиновой модели толщина триммерного корда составляет 2,0, 2,4, ну и у профессиональных моделей 3 мм. Значит, триммерный корд позволяет выкашивать газонные травы обыкновенные, но если попадаются какие-то сорные, то в общем-то выкашивает всю неодревесневшую зеленую массу. То есть смыть, крапива, лебеда, сока триммерный корд способен выкашивать. Ну, существует система подачи лески различной. На данной модели, если леска где-то оборвалась, а в камень, бетон, поребрик, существует полуавтомат. То есть вот эта кнопочка подпружинена. И новая порция лески подается путем пристукивания во время работы по земле. То есть мы с вами пристукнули, порция лески 2 см выскакивает новая. Завод в кассете заряжает 5 метров. Естественно, леска является триммерный корд, расходным материалом. Рано или поздно она кончается, у нас есть возможность установить новую леску. Если же на территории газона попадается более густая трава, может быть какие-то кустарники, в качестве режущего инструмента нам уже понадобится металлический диск. Металлический диск уже способен выкашивать более грубую траву, кустарники. И такая техника уже будет называться мотокосой, поскольку основной режущей частью будет являться металлический диск или нож. То есть у нас есть возможность выкашивать уже не только траву, но и какие-то кустарники диаметром сантиметр до двух. Ну, посмотрите, обратите внимание, здесь уже более удобная такая Т-образная ручка. Мотокоса оснащается ранцевым ремнем. И оператор имеет возможность в правой руке иметь блок управления, то есть рычаг газа, да, держаться двумя руками. Ну и по технике безопасности, как мы с вами говорили, и указано в инструкции по эксплуатации, рабочий оснащается чем? Защитной одеждой. Защитной одеждой, прочной обувью, наушники, визор защитный, перчатки, совершенно верно. Не установите, это запасные. Профессиональные мотокосы имеют мощность от 1,7 лошадиных сил. Ну, из марок, которые существуют на рынке северо-запада, это Пускварна и Шти. Есть, конечно, широкий спектр и любительских моделей. Мы их упоминаем и должны с вами хотя бы 2-3 единицы знать. Мощность триммеров с кордом. Победу, подходите. Мощность триммеров с кордом. Отскажите. Значит, мощность триммеров бензиновых с триммерным кордом составляет от 1 лошадиной силы. Ну, полупрофессиональными моделями, те, на которых мы можем работать, скажем, продолжительное время, это где-то 1,3-1,4 лошадиные силы. Ну и профессиональные модели имеют мощность от 1,7 лошадиных сил. Обратите внимание на типы дисков или ножей, которые установлены на мотокосы. На профессиональные модели чаще всего устанавливают трехлопастные диски. Ну, кроме того, есть понятие восьмизубый диск, позволяющий укладывать, ну, скажем, высокую траву на луговых газонах в борозды. То есть по левую и правую сторону, когда оператор выкашивает. Кроме того, есть понятие пильный диск, который способен не выкашивать, а спиливать какие-то кустарники и даже деревья в диаметре 5-7 сантиметров. Ну, к сожалению, не представлена эта модель в торгово-выставочном зале, но мы с вами говорили о ней, изучали. Ну, как грабнуть? Формовочный обрезка кустарников. Основным рабочим органом выступают два полотна лезвий, и они способны перекусывать побеги диаметром 1 до 2 сантиметров. Ну, здесь представлена модель компании Эхо на базе двухтактного бензинового двигателя. В качестве насадок на разъемные штанги к мотокосам мы с вами посмотрели. Для высоких изгородей, там где нет возможности с земли произвести работы по формовке, у нас есть возможность на более длинную штангу мотокосы проводить формовку, скажем, изгородей, имеющих высоту до 5 метров максимально. Далее перед нами генераторы. Мы еще с вами эту тему не разбирали, но обязательно будем говорить, что в садово-парковом ландшафтном строительстве могут быть использованы генераторы для работ с электрооборудованием. Ну, например, на объекте может быть использована бетономешалка, может осуществляться какое-то досвечивание. Есть модели, в которые можно подсоединить сварочный аппарат и таким образом, например, производить работу по установке ограждений на объекте. Они как-то отличаются по мощности? Ну, у генераторов тоже целая наука. Мы будем с вами говорить, что есть понятие синхронные генераторы, асинхронные генераторы, имеющие постоянный ток, переменный ток. Но нам, как специалистам ландшафтного строительства, важно, во-первых, понимать, какую технику мы собираемся подключать, какой мощности. И важно, чтобы мощность этой техники не превышала номинальную мощность генератора. Кроме того, есть понятие генераторы на базе дизельного двигателя, есть на базе бензинового. Конечно же, если предстоит работа круглосуточная, без перерыва, это должны быть генераторы, совершенно верно, на базе дизельного двигателя. Если какой-то аварийный случай, на 8 часов, на 5 часов, то используются двигатели на базе бензинового двигателя, как бы для аварийного пользования. В Садовом парке в ландшафтном строительстве используют бензопилы для формовочной обрезки, для валки деревьев. Ну и, скажем, для работ по обрезке сучьев и так далее. Значит, основным рабочим органом бензопилы является шина, по которой движется цепь. Установлен двухтактный бензиновый двигатель. Пила оснащена тормозом. То есть, вообще, техника эта является наиболее опасной единицей. Поэтому, скажем, при работе кончиком шины может произойти отскок, да, и срабатывает вот этот самый тормоз цепи. Это важно знать. По дисциплине охраны труда мы с вами будем разбирать обязательно безопасную работу с бензопилами. Ну, что еще сказать. Профессиональные модели бензопил имеют мощность двигателя от 3 лошадиных сил. Такими моделями в настоящее время являются бензопилы Husqvarna и Stihl. Компании Echo можно упомянуть. Остальные модели, ну, чаще носят, как бы, любительский характер. Есть так называемые пилы маленькие, у которых, которые предназначены для топиарного искусства. Сучка есть. Да, то есть, когда вырезают какие-то малые формы из дерева. То есть, вот такие какие-то ювелирные вещи. Это вот какие? Лед, да, да, может быть даже и лед. По весу легче, да? Штиль. Да, не полегче. 2,8 килограмма. Ну, по цене тоже на такие. Интересно. А вот внизу что-то там? А, это электрическая? Да, есть модели электрических пил. Ну, это уже для небольших объемов работ. Для них нужен, естественно, источник какой-то питания. Возможно, это работа в интерьерах, в закрытых помещениях. Ну, возможно, какие-то малые формы вырезаете из дерева. Ну, может быть, в зимний сад. В закрытых помещениях у него какое ограничение по работе? Ну, как мы сказали, электродвигатель боится перегрева. Поэтому, если работаете, там, минут 30-40, желательно давать, конечно, перерыв. Ну, здесь уже у нас только одна емкость для масла адгезионного, да, как мы сказали, позволяющего смазывать цепь по всему периметру шины. Ну, кроме марки «Штиль», можно еще упомянуть, на мой взгляд, неплохой, зарекомендовавший себя давно бренд «Макита». Как вы слышали, обрезные машинки, но есть и модели электрических пил. Я думаю, что здесь, как бы, просто требование, например, компании «Штиль», да, иметь свой стенд. Чтобы не было в перемешку каких-то других моделей. Вообще, изначально, «Штиль», «Партнер» и «Курзуарный» – это три бренда конселярия. Ну, «Партнер» считается любительской маркой. Ну, нижеклассом, понятно, но, вообще, вот, которую в России есть. Вообще, у нас в России до где-то 98-го года лидером была шведская компания «Йонсен». Красный бренд, они выпускали мотокосы профессиональные, бензопилы, очень широкий был ассортимент. Но, к сожалению, рынок меняется, компанию «Йонсен» перекупила компания «Хускварн». То есть, стали уже размещать производство, естественно, не в Швеции, сначала в Америке, потом перебрались в Китай. Ну, нельзя сказать, что техника плохая. Производитель, конечно же, контролирует качество, но есть, конечно, слабые узлы. Вот эти фирмы, как бы, они акцент именно делают на садовый парк, на лесовое хозяйство, конечно же, и садовый парк. Там что-то появилось, и уже отсюда вылили для того, чтобы смешать с бензином, ну, как бы это удобно. Хотя есть... Нет, здесь нет рисок. Ну, у компании «Хускварн», например, есть рисочки. Помните, я вам показывал обалечку, как бы сбоку. Ну, вот пропорция, помните, да, 1 к 50. Перед нами измельчители садовые, предназначены для измельчения веток. Ну, скажем, прошла у нас обрезка, санитарная, может быть, сформовочная. И измельчители позволяют превращать, ну, древесные остатки вот в такую вот крупную стружку. Поскольку у нас с вами образцы малогабаритные, да, техники, естественно, предназначены для работы в саду с небольшим объемом работ. Если же речь идет, скажем, о измельчении веток вдоль магистрали, вдоль дороги, конечно же, измельчители выступают в качестве прицепного устройства к тракторам и к автомобилям. Но, тем не менее, в частном саду можно использовать измельчители на базе и электродвигателя, и на базе бензинового двигателя. Перед нами культиватор на базе четырехтактного бензинного двигателя. Ну, и, как вы помните, основным рабочим органом культюра культиватора выступают, что? Фрезы. Почвенная фреза, совершенно верно. Наталья молодец. Уже сегодня третий бум. Значит, фреза состоит из набора ножей. Кованых, имеющих заточку на конус. То есть, мы должны знать, что при установке фрез их надо правильно поставить. Правая на правую сторону, левая на левую. В противном случае фрезы не будут зарываться и выполнять свою функцию рыхления. Ну, оснащены фрезы ограничителями, да, чтобы земля не выпадала за определенные пределы. Кроме того, глубину заделки фрез регулирует сошник. Это вот металлическая пластина, которая регулируется по вертикальной простости, выше или ниже. Ну, в данном случае колеса в работе не участвуют. При работе они подгибаются кверху, а предназначены для того, чтобы можно было подкатить культиватор к месту работы. Ну, скажем, там, от гаража до грязи. Ну, поскольку культиватор, вы сказали совершенно верно, имеет функцию только рыхления почвы, то, в общем-то, спектр навесного оборудования достаточно узкий. То есть можно установить окучник для устройства борозд. Ну, скажем, в питомнике решили посадить саженцы кустарников. Даже вручную лопату не копать борозду, но имеем возможность в задней части установить окучник. Ну, если мощность позволяет, иногда устанавливают какую-то бричку для перевозки груза. Максимально, там, 150 кг. Культиваторы оснащаются рычагом газа. То есть мы имеем возможность регулировать скорость вращения фрез. Ну, заводом устанавливана скорость вращения 150 оборотов в минуту. Ну, есть мини-пультиваторы, у которых до 320 кг. То есть фрезы вращаются, рыхлят почву. Кроме того, у нас есть возможность вращения вперед и вращения назад. Ну, бывает, что культиватор имеет вес, скажем, 60 кг. Если зарывалась машина там по самые крылья, чтобы нам вручную 60 кг населения таскать, мы воспользуемся рукояткой заднего хода. То есть фреза начинает вращаться назад, и культиватор вылезает из какого-то заглубления. Ну, здесь не представлены модели мотоблоков. Ну, вы помните из курса, в чем разница между культиватором и мотоблоком. Ну, основная разница в чем будет. Мотоблок. Мотоблок – это, собственно, для двигателя с колесным глазом. Да, разновидность трактора, в котором можно совершенно верно установить. Достаточно широкий спектр насадок. Да, и снегоуборщик, и косилку, и щетку, и прицеп. Хорошо. Здесь нет мотоблоков? Мотоблоков, к сожалению, не представлено. Перед нами техника для полива. Конечно же, мы должны понимать, на каком объекте и в каких объемах мы собираемся орошать территорию, либо откачивать воду по каким-то причинам. Но, тем не менее, мы с вами в торгово-оставочном зале садовой машины можем наблюдать погружные насосы компании «Алько». Существуют насосы для чистой воды, существуют погружные насосы для грязной воды. То есть, мы имеем возможность, опуская такой насос, скажем, в колодец, извлекать питьевую воду. Кроме того, если мы ставим перед собой задачу, например, смены воды в каком-то пруде декоративном, ну, она, скажем, зацвела и прочее, опустить погружной насос уже для грязной воды, способной пропускать частицы каких-то взвесей, растений, ила. То есть, уже можем использовать погружные насосы для грязной воды. То есть, допустимый диаметр вот этих частиц 4-5 см. Значит, выключателем служит поплавок. То есть, вы опустили насос, он поднимается. По мере откачивания воды поплавочек опускается, там внутри шарик, и насос выключается. То есть, в принципе, можно оставить его, ну, скажем, без присмотра, да, в таком как бы автоматическом режиме. Но существуют также и садовые насосы, которые устанавливаются на поверхность земли. Для работы нужен шланг для всасывания, который опускается в скважину, в колодец. И второй шланг нам нужен на выход, для полива. То есть, мы имеем возможность одновременно осуществлять, скажем, полив на участке, одновременно закачивать воду, ну, скажем, для каких-то бытовых нужд, и осуществлять полив. Есть такие же насосы, но работающие в автоматическом режиме. Ну, здесь их не очень хорошо видно, они правильно называются насосные станции. Насосные станции. То есть, такую насосную станцию можно установить, скажем, в доме, на усадьбе. И, если мы открываем кран, она осуществляет подачу воды в автоматическом режиме. Широкий ассортимент, разные модели, в основном, отличаются мощностью. Более высокая мощность позволяет иметь большее количество точек одновременного пользования. То есть, мы, скажем, можем одновременно и какие-то бытовые цели, там, из посуды, включать кран, набирать воду, там, не знаю, в бак, в баню, осуществлять одновременно полив. То есть, максимальное количество точек может быть, там, 4, скажем. То есть, 4 атмосферы выдает насосная станция, ну, грубо говоря, по одной атмосфере на каждую точку этого вполне достаточно для того, чтобы осуществлять полив или какие-то работы. Это электрические насосные станции. Да, это электрические насосные станции компании «Альфл». Есть модели скважины. Здесь они, к сожалению, не представлены. То есть, диаметр насоса позволяет опускать его в металлическую трубу в скважину. Ну, нельзя, конечно, упомянуть, не сказать про поливомоечные машины, которые, в основном, конечно, пользуются в городской среде для полива цветочных растений и насаждений. Кроме того, это могут быть различные прицепные устройства в виде бочек с водой. То есть, это основная техника, которую пользуются садово-парковых хозяйствами. А что так? Ну, поскольку мы с вами находимся в парково-выставочном зале, да, и у нас сегодня тема знакомства с малогабаритной техникой, мы вот упоминаем насос. Далее давайте перейдем к следующей. Ну что, давайте еще чуть-чуть поснимаем. Перед нами техника для ухода за газоном. Ну, в данном случае эта машина называется аэратор. Значит, основным рабочим органом выступает металлическая звездочка, которая прокалывает поверхность газона, осуществляя доступ кислорода к корневой системе газонных травм. Аэратор мы выполняем обычно один раз-два за сезон, то есть весной и где-то в августе. Небольшой аэратор позволяет работать, соответственно, на небольших площадях. Ну, скажем, может быть, территории до 30-50 соток. На более крупных площадях аэратор является навесным оборудованием, трактором и бомотоблоком. Значит, основным рабочим органом аэратора – металлическая звездочка. Как мы сказали, осуществляет проколы, устанавливается на, в данном случае, на технику, оснащенную двухтактным бензиновым двигателем. Ну, кроме звездочки аэратора, аэратор может выступать в виде вот такого вот набора грабли. который уже не прокалывает, а вычесывает старую траву, мох, ну, какую-то слежавшуюся на поверхность земли. То есть эту работу выполняют чаще весной. Достаточно эффективная насадка. Вот такой вот набор граблей вращается и вычесывает старую траву. Кусочки земли и так далее. Резиновая, да, Валя? Значит, перед нами садовый пылесос фирмы «Штиль». Садовый парк мы используем для сбора какого-то легкого мусора, скошенной травы, павшей листвы. Листву очищают, могут очищать с поверхности деревьев. Причем материал, который собирается, измельчается пластиковой трещоткой и оказывается вот в таком вот мешке емкостью до 100 литров. На более больших площадях используют садовые пылесосы уже на базе бензинового двигателя. Ну, а если у нас территория лесопарка или какой-то крупный по площади парк, садовый пылесос может являться принципным устройством к мини-тракторам и к тракторам. Кроме того, у данной функции, у всех садовых пылесосов, в том числе и которые представлены здесь, есть вторая функция на выдув. То есть мы имеем возможность с поверхности дорожки, например, какой-то материал сдуть. Это может быть песок, листья, скошенная трава и так далее. Сейчас в качестве практического занятия, так называемого промышленного опыта, мы с вами произведем безопасный запуск мото-косы Эхо. Ну, точнее, не мото-косы, а бензинного триммера. Правильно? Потому что здесь на рабочий орган наступает леска. Ну, до начала работы. Какие требования предъявляют садово-парковые предприятия? Конечно же, проводят инструктаж. То есть перед тем, как работник начать работать с той или иной единицей техники, он проходит инструктаж. То есть он проходит медосмотр, то есть допускается к работе, старший либо мастер освещает безопасные методы и приемы работы той или иной единицы техники. И работник расписывается в журнале инструктажа. Ну, непосредственно перед запуском мастер проверяет исправность рабочего инструмента, надежность крепления основных рабочих органов, отпускает необходимое количество топлива для работы. В данном случае здесь будет смесь бензина с маслом. Ну и перед запуском работник должен оснащаться средствами индивидуальной защиты. В данном случае это будет спецодежда, конечно же, обувь, защита органов зрения и слуха. Далее, приступая к запуску двигателя, при наличии вышеуказанного топлива, как мы с вами говорили, рычажок запуска устанавливается в положении единичка или старт. Далее, положение воздушной заслонки устанавливается закрыто путем переключения рычажка. Кроме того, у нас есть праймер, кнопочка, которая осуществляет подкачку топлива и доставку ее в систему, в карбюратор. После того, как кнопочка наполнилась топливом, 3-5 раз мы на нее нажимаем и с поверхности земли осуществляем запуск при помощи ручного стартера. То есть, первоначально мы вытягиваем его медленно на расстояние вытянутой руки, дальше возвращаем стартер, вновь вытягиваем до ощутимого сопротивления и резко дергаем. Двигатель заводится и глопнет, после чего положение воздушной заслонки в 3-3 открываем и производим повторный запуск. Газ нажал. Да я придерживаю чуть-чуть. Стоп, ты его мало. Ух, ты его есть! Ух, ты его нет! Путем удерживания верхней рукоятки и нажатия на рычаг газа. При работе работник имеет возможность часть веса перенести на корпус и выкашивать газон путем такого движения налево-направо. Газ рекомендуется при работе давать максимально на всю, но периодически отпускает для холостого хода. При работе обязательно мы должны иметь защитный кожух. Без защитного кожуха работать запрещается. Как вы видите, установлен на кожухе металлический нож. Он обрезает согласно диаметру захвата лишний корт. При работе леска подается путем нажатия во время работы на кнопочку. При выключенном двигателе можно продемонстрировать вот таким образом. Вот мы нажимаем, леска вытягивается. Лишнее обрезается при включении обножечек. По окончании работы, то есть для того, чтобы заглушить двигатель, положение тумблера ставим на 0 или на стоп. По окончании работы очищаем рабочие органы, кожух. Отчитываемся мастеру о проделанной работе, о количестве израсходованного топлива. И обо всех нарушениях при работе по технике безопасности. Не, у нас перебязать так не мешает. За ручку дергается. Сейчас единственное, леска будет обрываться. Ну, как бы, аккуратно. Итак, спасибо за внимание. Домашним заданием для вас будет составить отчет в виде презентации, обобщить полученную информацию по трем разделам в виде таблицы. В первой графе вы пишете наименование техники. Во второй графе те виды работ, которые выполняет та или иная техника. Третье. Основной рабочий орган данной единицы. Либо сменное оборудование. В четвертой графе наименование марка современной единицы техники. И в последней графе, в пятой, альтернатива. То есть то, чем можно заменить данную единицу. Значит, работа выполняется в формате презентации. Следующему занятию жду от вас выполненной работы. Спасибо еще раз за внимание. Наиболее активным силами студентам поставлю пятерки за работу на урок. Спасибо. До новых встреч.